Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу «Послание апостола Павла к римлянам». В наших библиях «Послание к римлянам» открывает с собой корпус «Послание апостола Павла» одновременно это самое длинное из посланий, и оно является подлинным богословским шедевром. Это очень трудный текст, он написан как ученый трактат, и поэтому автор в нем стремится усилием человеческого разума постичь и описать то, что недоступно человеческому разуму. И в этом смысле он одновременно наследник пророков Ветхого Завета, богослов. Как пророк он увещевает, он утешает, он умоляет, он обличает в этом послании своих читателей. И это послание адресовано не только к иерархам церкви и не к богословам, оно обращено ко всем, то есть к верующему народу, ко всем, кто чувствует себя возлюбленным Богом и призванным стать близким Богу. Если применить к нашему времени, кто же является адресатом этого послания? На мой взгляд, в привилегированном положении оказываются люди, которые уже устали от суррогат в религии, устали от суеверия, от обрядоверия, от елейного благочестия, кто не хочет быть медом земли, но хочет быть солью земли, как сказано в Евангелии, кто ищет глубины и силы, всем, кто ищет подлинного и глубокого христианства, и обращено это послание апостола Павла к кремлинам. Когда мы будем читать, то мы увидим, что в некоторых местах язык апостола Павла становится просто взрывоопасным, язык становится громоподобным. И именно поэтому послание к кремлинам сыграло особую роль в истории христианства. Его комментировали не только древние авторы, начиная с Оригена, Блаженного Августина, Григория Нискова, Иоанна Златоуста. Все великие отцы комментировали это послание. Но когда августинанский монах Мартин Лютер в 1515-16 учебных годах прочитал цикл лекций об этом послании, это было чревато реформацией, возникли протестантские церкви. В прошлом веке комментарии другого протестантского богослова, Карла Барта, тоже ознаменовал собой переворот в богословской мысли, подлинное пробуждение христианской мысли в 20 веке. Вот такое это удивительное послание, столько силы оно таит в самом себе. Это послание имеет довольно четкую структуру, но для того, чтобы его понимать, неважно представлять логические связи между какими-то отдельными фразами и тезисами. Оно является научным трактатом, но не в нашем понимании этого слова. Гораздо важнее понимать сам язык апостола Павла, понимать внутренние связи. Это означает, что читать нужно не как мы читаем научные западные трактаты, но примерно как дирижер оркестра читает музыкальную партитуру. Здесь очень много внутренних связей, которые нужно правильно почувствовать и тонко понять, для того, чтобы по-настоящему вместить в себя то, о чем говорит апостол Павел. И если начать с первых стихов, то мы здесь увидим в наших изданиях приветствие, которое занимает семь стихов. В греческом оригинале ему соответствует одна единственная фраза, в которой нет ни одного знака припинания. И на первый взгляд здесь должно быть что-то привычное, традиционное, стереотипное. Действительно, послания писались на свитках, и поэтому оно начиналось всегда с указанием автора послания, адресата и слов приветствия. В принципе, достаточно было бы написать Павел, пребывающим в Риме, благодать и мир. И этого было бы достаточно. Но апостол Павел идет гораздо дальше. В этом вступительном приветствии мы видим уже самые главные слова, которые в языке апостола Павла обретают совершенно особое звучание. Эти слова направляют его мысль, направляют огонь его веры. И очень важно их научиться правильно понимать. Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол, избранный возвещать благовестие Бога, которое он предвозвестил через своих пророков в Святых Писаниях, благовестие о Сыне Своем, который по плоти рожден, как потомок Давида, по духу святости, определен быть Сыном Божиим в силе, когда воскрес из мертвых. Об Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого приняли мы благодать и апостольство, чтобы во славу имени Его вести к послушанию веры всех язычников, среди которых и вы, призванные к Иисусу Христу, всем возлюбленным Божиим в Риме, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Очень торжественное приветствие, и на первый взгляд может показаться, что апостол Павел применяет риторический прием для того, чтобы снискать благоволение у своего адресата. В действительности не совсем так. Начнем с имени, пишет Павел, но мы знаем, что его имя по рождению — это имя Савл. И здесь уже заявлено то, что встреча со Христом всегда чревата какими-то серьезными переменами. Бог все переворачивает, расставляя на свои места. Имя Савл означает «великий», потому что это имя великого царя. Имя Павел означает «маленький», «ничтожный». И уже в этом апостол Павел указывает на те перемены, которые происходят со всяким, кто встречается со Христом, кто становится его рабом. Слово «раб» или «работник», или «служитель» в еврейском языке не имеет никакого уничижительного значения. То, что мы обычно слышим, современное профанное ухо слышит выражение «раб Божий», что-то унизительное. «Мы не рабы», «рабы не мы». Нет, речь идет о том, что это служитель, работник, отрок. И быть отроком Яхве, рабом Божиим, это очень высокий титул, потому что в действительности ты принадлежишь Богу и служишь Ему, а не стихиям мира сего, не земным властям. И таким образом апостол Павел целиком определяет свою личность по отношению ко Христу. Если бы не было Христа, то, может быть, и не было бы человека, он бы ничего не мог о себе сказать. И быть рабом Мессии, царя, которым и стал Иисус, для апостола Павла это очень торжественный и высокий титул. Кстати, очень часто люди думают, что слово «Христос» означает фамилию Иисуса из Назарета. В действительности это слово означает «мессию», «помазанника» и поэтому «царя». Как и имя Иисус, тоже очень многозначное. Прежде всего, оно указывает на то, что Бог спасает. У слова «Христос» очень долгая история в Ветхом Завете. И иногда ученые спорят между собой, что же конкретно означало это слово. Но важно понимать, что у апостола Павла оно обретает совершенно новое звучание и очень сильное звучание. Для него Христос — это, прежде всего, воскресший Христос. Апостола Павла можно понять и прочитать только исходя из воскресения, из тайны воскресения. Он является апостолом по призванию. И это означает, что он не просто считается среди людей апостолом, и люди его называют апостолом, но сам Бог его призывает стать апостолом, то есть стать его посланником, его вестником, его чрезвычайным и полномочным представителем. Подобно тому, как в Ветхом Завете Бог призывает, поставляет и помазывает на служение великих мужей, которые будут исполнять его волю, которые станут голосом Бога перед народом, точно так же апостол Павел призван, не больше, не меньше. Это не просто человек, который себя сам называл апостолом. И для него это призвание очень важно, потому что слово «призвание» и означает смысл жизни. Это твое предназначение, это единственное, что является конечной целью на твоем пути. И поэтому для апостола Павла очень важно, чтобы его призвание не оказалось бесплодным, чтобы оно принесло плоды, чтобы оно не оказалось тщетным и достигло полноты, о чем он будет писать в других посланиях. Слово «поставлен» или «призван» — это очень сильное слово. Это означает, что ты отделен, что ты посвящен, ты целиком посвящен именно этой миссии, ты принадлежишь Богу в этот момент, пока ее не исполнишь. И поэтому ты никак не сливаешься с другими, ты отделен, ты предназначен. Апостол Павел здесь употребляет слово «евангелие». Вот в моем переводе слово «благовестие Бога». И когда мы слышим слово «евангелие», то нам кажется, что «евангелие» — это прежде всего четыре книги. Но это слово, заимствованное из Ветхого Завета, оно означает буквально радостную, благую весть, прекрасное известие, но прежде всего это известие о победе, победная весть, победная песнь. И поэтому, когда апостол Павел говорит слово «евангелие», то это означает только одно — это означает его исповедание веры. В чем его весть? Христос воскресе. Вот в чем его «евангелие», вот в чем его вера. И апостол призван безраздельно служить возвещению этого «евангелия». Дальше мы увидим, что это «евангелие» имеет две важнейшие характеристики. Прежде всего, оно согласно Писаниям. И второе. Воскресением из мертвых Бог явил Христа своим Сыном. Согласно Писаниям — это то, что вошло в наш символ веры. Действительно, не только Моисеи, пророки, но и все священные писания, которые мы называем Ветхим Заветом для апостола Павла, это и есть его священные писания, говорят о Христе. И другая важная деталь — то, что воскресение — это тот момент, когда Бог окончательно открывает Себя, являет Себя. И это момент царской интронизации Сына. Бог говорит, сей Сын мой возлюбленный, самим фактом воскресения. И Христос в этот момент становится царем и судьей. Вот в чем состоит его «евангелие». Отныне миром царствует Христос. Это «евангелие» было предвозвещено или буквально обещано через пророков, через все Писание. Что касается Личности Иисуса Христа, апостол Павел здесь использует некое противопоставление. С одной стороны, Иисус рожден по плоти, как потомок Давида, но по духу, он от Духа Святости, Духа Святого, Духа Помазания, он определен, то есть поставлен быть Сыном Божиим в силе, то, что я назвал словом «интронизация». И здесь не нужно думать, что речь идет о противопоставлении плоти и Духа, как очень часто мы думаем, что человек – это тело, душа, дух. Нет, здесь скорее два царства и две области. Слово «область» по-славянски означает «власть», и поэтому есть власть плоти и власть Духа. Плоть – это то, что смертное, тленное в человеке. Человек – сын Адама, персть, земля, и поэтому он тленен, и это и есть плоть. Дух – это то, что животворит. И поэтому эта подлинная сила – это всегда Дух Воскресения, Дух Воскресшего Христа и синоним силы. И так в нем сочетается одновременно и Бог, и человек. Он потомок царя Давида, как человек. Но Духом Святым в момент Воскресения он поставлен быть Сыном Божиим, то есть Царем Вселенной, в силе. В пятом стихе употребляются слова «благодать» и «мир». И слово «харис» – «благодать» будет тоже одним из ключевых слов апостола Павла. Оно означает «милость» и «незаслуженный дар». Тема послания будет в том, способен ли человек сам себя спасти, способен ли человек обрести оправдание в глазах Бога или оправдать себя, оправдаться просто посредством каких-то заслуг, своих трудов, дел закона, примерным поведением. И апостол Павел говорит, что этого мало. Человек не оправдается только своими делами. И поэтому здесь возникает образ послушания веры. И с точки зрения языка очень важно понимать, что слово «послушание» и «вера» – это синонимы. Два слова означают одну и ту же реальность. «Вера», как мы с вами говорили, это означает на приветствие «Христос воскресе» ответить «воистину воскресе». Ты принимаешь эту весть о воскресшем Христе, и эта весть меняет всю твою жизнь. И эта вера, она отслушание. Ты слышишь, и ты не просто слышишь, в смысле слушаешь, но ты это постигаешь, это входит в тебя, это меняет твою жизнь и становится послушанием. Слышание веры означает одну и ту же реальность. Именем его очень часто будет употребляться у апостола Павла, как и в Ветхом Завете. Это всегда означает некую глубинную сущность личности, в данном случае глубинную сущность Бога. Это никогда не является просто наименованием или кличкой, или названием человека. Это всегда становится его призванием и откровением глубокой сущности. И поэтому, если мы христиане, то это означает, что мы имеем какое-то прямое отношение ко Христу. Слово «Христос» означает «помазанник», «мессия», «царь». Человек, который становится источником харизмы для других людей, для своих учеников, он Сын Божий. Поэтому христиане — это те, кто помазаны тоже. И в этом и есть общность имени. Христиане носят имя Христа. И после всех характеристик своей веры, после самопредставления, определяется адресат. «Вам, всем, пребывающим в Риме». Рим — столица языческого мира. Христос, апостол Павел, появится там лишь в тот момент, когда ему нужно будет предстать перед судом императора, подать им апелляцию. Но его ученики уже ходили в Рим, и поэтому были различные связи между общинами. И поскольку Рим — это столица языческого мира, естественно, благовестие обращено не только к иудеям, но ко всем, и поэтому должно быть провозвещено и в столице империи. Следующая часть послания представляет собой молитву благодарения. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, за вашу веру, о которой оповещают по всему миру. И Бог, которому я совершаю служение Духом Своим, возвещая благовестие о Сыне Его, Он мне свидетель, что я непрестанно поминаю вас в своих молитвах, и всегда прошу о том, чтобы по воле Божией мне наконец-то удалось прийти к вам». Тоже нужно понимать, что здесь апостол Павел говорит не просто слова вежливости, он не просто хочет заручиться симпатией своих адресатов, он говорит, в чем состоит вообще жизнь христианина. Это означает молиться о других христианах. «Я непрестанно поминаю вас в своих молитвах». Это как таинство Евхаристии, когда мы молимся о всех и о всем, что принадлежит Христу в этом мире. Это очень важно. Они уже едины в молитве, и остается только физически апостолу Павлу прийти туда, в Рим. В этой молитве благодарения также прозвучит тема, что апостол Павел призван не только для иудеев, но и для язычников. В 14 стихе он говорит, «Я в долгу у всех, у эллинов и варваров, у мудрых и неразумных. Вот откуда мое стремление возвещать благовестие и вам, жителям Рима, жителям столицы. Я в долгу у всех, я обязан всем. Я призван возвещать Евангелие всем, потому что Христос пришел для всех, и поэтому апостол тоже нелицеприятен, для него нет чужих. Для него и эллины, и варвары, и иудеи, и мудрые, и неразумные свои, и адресаты его Евангелия». В 16 стихе замечательные слова. «Благовестие я не стыжусь». В действительности здесь я не краснею, я не краснею, возвещая свою весть. Оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего. Во-первых, иудея, потом и эллина. Ибо в нем открывается правда Божия, верою и к вере, как и написано. Праведный верой будет жить. Когда современные толкователи пытаются объяснить, чего же не стыдится апостол Павел. Возникают разные идеи. Во-первых, то, что апостол Павел был невысокого роста, достаточно тщедушным физически, болезненным. И поэтому какие-то люди, проживающие в столице, люди напыщенные, не станут слушать его вести. Но он не стыдится своей внешности, своих недостатков. Его физические данные совершенно несоразмерны той миссии, которая ему поверена. Но он не стыдится этого. Другая возможность. Речь идет о том, что Евангелие для ученых греков может быть слишком простым и наивным. И поэтому не будет услышано. Но для апостола Павла это не имеет никакого значения. Ни его собственные недуги, ни его немощь, ни высокомерие людей. Все это не имеет никакого значения, потому что Евангелие — это сила Божия. И поскольку это слово Бога, оно не может быть неуслышано. Можно ни о чем не беспокоиться. Бог все совершит сам, своей силою. «От веры к вере» — это очень сложный оборот речи, так же как «от благодати к благодати». Потому что вера — это всегда путь. Мы услышали первый раз благовестие. Но прежде чем мы по-настоящему воскреснем, нужно пройти какой-то путь. Это путь восхождения. Поэтому «от веры к вере» мы восходим и восходим. Точно так же, как священная история простирается от Адама, от Каина и Авеля и заканчивается эсхатаном, конечным торжеством Христа. Точно так же и здесь мы лишь восходим. И вторая часть этой главы посвящена теме о том, как грех вошел в мир. Немножко странное выражение, но апостол Павел именно так и говорит. Грех входит в этот мир. И он открывается как гнев Божий. И как мы увидим в следующей главе, этот гнев открывается не только на язычников, которые ведут нечестивый образ жизни, но так же и на иудеев, которые считают себя праведными, имеют закон, но при этом тоже становится предметом обличения и осуждения, предметом гнева Божия. «Ибо гнев Божий с неба открывается на всякое нечестие и неправду людей, которые своей неправдой связывают истину». И действительно, пришествие в мир Христа, когда свет светит во тьме, он тем самым обличает дела тьмы и всякую неправду. И обличает поступки людей, которые своими деяниями как бы связывают истину. Истина становится их пленником, их заложником. То, что сегодня мы очень часто сталкиваемся с ложными известиями, с лицемерием и откровенной ложью, которая выдается за правду, как раз очень тревожный симптом того, когда кто-то пытается связать, и истина становится как бы пленником, но в действительности ничто не может ее связать. Это лишь обернется гневом на того, кто хочет манипулировать истиной. «То, что можно знать о Боге, открыто для них. Бог сам все это им открыл. Ибо с тех пор, как создан мир, его невидимые свойства постижимы для ума, которые видят их в его творениях, их и вечную силу его и божественность. Так что им нет извинения, потому что, зная Бога, они не прославили Его и не возблагодарили как Бога, но потратили себя на пустые рассуждения и помрачились их несмысленные сердца». Здесь апостол Павел одновременно упрекает и обличает разных людей, прежде всего, людей, которые вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу и живому Богу, себе творят кумиров, которые ведут пустые рассуждения, философы. Это люди, которые для апостола Павла занимаются пустым словопрением, и это приводит лишь к тому, что сердце становится тоже несмысленным. «Считая себя мудрыми, они оказались безумными, и славу бессмертного Бога променяли на изображении подобие смертных людей и птиц, и четвероногих, и присмыкающихся», то есть на идолов. И одновременно здесь уже заявляется тема правды, которая применительно к человеку состоит в том, что человек должен искать славы у Бога, славы Божьей, оправдаться в глазах Бога, а не искать славы человеческой, то есть земного тщеславия и чистолюбия. «Вот почему через похоть их сердец Бог предал их нечистоте, чтобы они сами позорили свои дела. Это они заменили истину Бога ложью, почтили тварь и поклонились ей вместо Творца. Благословен будет Он вовеки. Аминь». Вот почему Бог предал их позорным страстям. И дальше апостол Павел перечисляет всевозможные виды нечестия, нечистоты, греха, позорных поступков. И вопрос о том, что же такое грех. Грех — это некая неправда. И тот, кто поворачивается спиной к Богу или кто думает, что истиной можно манипулировать, в действительности себя обрекает на гнев Бога. Бог отворачивается от него и предает их нечистоте. В следующей главе мы увидим продолжение этого обличения и того, как грех входит в мир и как на фоне мрака и фоне греха торжествует благодать и правда Божия. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга